Строгость, лаконичность форм и монолитность – это архитектура Запорожья в направлении конструктивизм 20-30-х годов прошлого века. В экспозиции, инсталляции, фотографии, проекты зданий и социальная реклама того времени. Оду конструктивизму, который в Запорожье воплотился при строительстве соцгорода, запорожские мастера представляют уже в пятый раз. Считают, такое направление архитектурной мысли раскрывает Запорожье по-новому. «Об этом нужно говорить, потому что он уникален, он единственный в мире, когда большая территория выделена для художников и архитекторов-конструктивистов. И мы выпустили четыре книги. Сейчас подготовлю большую экспозицию, которая может являться фундаментом для музейной экспозиции. Мы приготовили автобусный маршрут экскурсионный». Организаторы выставки говорят, собирали её по крупицам. Ценителю архитектуры представляют в основном проекты зданий шестого посёлка с подробной историей их создания. Часть сооружений – работа братьев Весниных, которые задавали ритм архитектуре того времени. «А вот она новаторская, она вот здесь строилась, она здесь начиналась, она здесь пробовалась вообще на местности, как вот строить такое жильё, которое бы было абсолютно там для людей, там комфортное и красивое и там по-разному функциональное. Вот здесь это в том числе и в Запорожье пробовалось». «Очень интересные детали в этих зданиях архитектуры, как обрамление окон, очень удивительно, я такого никогда не видел. И очень своеобразный каждый дом. Они бывают очень похожи друг на друга, но деталями очень сильно отличаются». Специалисты говорят, шестой посёлок – это город американских стандартов. Правда, сейчас рассмотреть это достаточно проблематично. «То, что сейчас мы видим, это, я бы использовал слово, всё такое обветшавшее. То есть мне как археологу, я вот историк по образованию, и мне приходилось участвовать в раскопках, я всё время приходится включать какие-то фильтры, то есть откапывать под этими слоями, слоями современных зданий, скажем так, ремонтов и так дальше, вот то, что хотели заложить в этот соцгород – архитекторы». Организатор выставки настаивает, в Запорожье должен появиться музей конструктивизма под открытым небом, где бы находились уменьшенные копии запорожских архитектурных сооружений в этом стиле. Говорят, соответствующий проект на рассмотрение городской власти подали ещё пять лет назад, но до сих пор не получили ответа. Подчёркивают, на этой же площадке также планировали собрать все памятники советской эпохи. Считают, сейчас этот проект как никогда актуален для Запорожья.